всем привет у меня недавно тут случилась небольшая радость я наконец-то закончила скетчбук которая начала в 2019 году вот и так как я не знаю когда выйдет нормальное видео я вот решила вас немного развеселить листалкой скетчбука ставлю сразу небольшой спойлер что без слов листалка будет в конце так что кто не хочет слушать всякую болтовню переходите сразу по тайм-коду и просто смотрите лист они да привет мам я снимаю видео вместо уроков ты правильно поняла в общем это скетчбук от от creation вы все прекрасно знаете вот такие квадратные скетчбуки из бумагой из слоновые кости смысле цвета кости и до последнего момента с ним все было вроде еще более-менее ничего ну вот под конец как-то он что-то подрасклеился уже ну то что он весь волнами пошел потому что я тут воду лью нещадно весь такой уже побитые жизнью к в краске в пастели скорее всего но в общем-то мне нравится что он такой пузатенький интересный формат вот этот 12 на 12 квадратные прямо вот для меня для людей которые которым сложно разобраться с композицией и уместить что-то в квадрат проще простого муж так не напрягаться с какими-то там вертикальными горизонтальными в общем 2019 году я такая открываю ща я тут буду вести такой скетчбук весь интерес просто обзавидуется и нарисовала вот такие дома тут прям акварель золотая гелевая ручка и в общем-то два года я потом не трогал этот скетчбук потому что вот это было не переплюнуть нарисовала тут какие-то цветочки стала вклеивать эскизы и вот такие которые делаются перед большой работой обычно ну и все как бы потом пошли просто каляки-маляки потому что ну вот на этом все застопорилась и делать что-то надо было вот потом по учебе нас перевели на удаленку я рисовала на видео пока нам лекции читали вот какие-то штуки тоже что-то тут черкала это тоже из эскизов перед работой я его сюда вклеила получилось рамка как паспарту и я подумала о боже это выглядит концептуально пожалуй так и оставлю в общем то наверное можно было здесь пока ляк но но так хорошо смотрелось пустой страничной сюда я вклеила паттерны которые я рисовала чтобы не потерять потом тут тоже подумала что открытка отлично будет смотреться в моем скетчбуке это уже двадцать первый год я начала уже хоть что-то рисовать вот тушь перо это я в темноте рисовала акварельными карандашами из икеи на утро увидел что получилось ну возможно не совсем те цвета я думала я беру фиолетовый оказалось что фиолетового вообще нет в наборе только коричневый это печально конечно ну про это вы уже возможно видели видео на канале если видели посмотрите это тоже восковые карандаши из икеи я тут какую-то абстракцию тела нарисовать вот потом подумал чего-то не хватает и решила пером тушить тут дорисовать портрет а теперь смотрю и какая-то революция че гевара непонятно ладно давайте дальше это я тут пыталась создать новогоднее настроение всеми путями даже из мандаринки вырезала звезду и вклеила найти дальше просто ну тут тоже какие-то каляки маляки это тушью и акварельный карандаш языке и ну здесь просто полосочки фоточки здесь тоже каляки ну среди этих каляк мне конечно понравилось как я нарисовала кейс от наушников и даже вот эту упаковочку от шоколадки это тоже киевские карандаши и я рисовала лилию это я пыталась в стиле в рубля нарисовать картину я стараюсь найти и вставить то что я и изначально смотрела вдохновлялась вот это очень нравится это как раз вот это моя таблетница с тремя красками от миджелла я пыталась быстро намешать и нарисовать мне очень понравилось как между домов светило солнце и вот эти синие тени это было так красиво вот и мне нравится как вообще легли эти краски они как-то как будто плотнее у них как будто вот этот мелкий перетертый пигмент ложится плотнее чем вот например легли бы краски вот несколько палитры белой ночи например вот интересно выглядит мне очень нравится ну вы уже поняли наверное вот здесь я пыталась нарисовать закат ну ладно провалилась идея но суть была в том что я вначале нарисовала каким-то восковым мелком и потом когда сверху рисую акварелью акварель естественно не рисует на этом мелке поэтому остался вот такой как бы контур от здания я подумала блин почему я так не рисую это же отличный способ рисовать ладно здесь я возле казанского пыталась рисовать людей но нормально получилось только вот этих потому что они стояли позировали и фотографировали остальные очень быстро почему-то двигались непонятно почему вот это куполу казанского собора ну ладно было очень холодно если я и посмотрела вот это просто у меня на палитре оставалась краска мне было жалко просто ее смыть я решила ну что-то покалякать ну мне не хочется говорить что дальше можно не смотреть лучше не будет посмотрите пожалуйста может быть лучше не будет но посмотрите пожалуйста а я еще вклеиваю заклеить какой-то ужас вы красочки красок здесь дэниел смит lunar blue кстати там здесь тоже он ты пыталась грануляцию из него выдавить что-то у меня с первого раза не получалось господи шикарный цвет вот поэтому у меня остались такие бумажки я подумала ну тоже не выкидывать же их в какие они красивые как их можно выкинуть не как вот тут я в темноте что-то пыталась куда окно нарисовать учить-то многие тут хита почеркушки тут опять закат и пытаюсь нарисовать это я пыталась нарисовать вид из окна и как я видела издалека вот этот контур окна так и попыталась не очень получилось ну ладно дерево это я в парке сидела рисовала эту с подругой ходили блинчики покушать так это белыми ночами я рисую белые ночи рассвета и все дела это тоже весной и рисовала рассвет а это уже летом закат здесь видно свет тень от солнца здесь какой-то такой был закат что солнце было совсем другой стороны здание вообще вот так никак не освещалась и выглядит очень грустно и тут еще нет зелени тут уже зелени здесь масляная пастель от мунге это я вообще не знаю как я нарисовала просто куча людей мелких деталей по-хорошему я должна до сих пор сидеть и рисовать но это вот в мае прошлого года я тоже ходила с подругой рисовать в парке вот это вот без доделок что я до сих пор в шоке что я ушла оттуда дорисовав вот этом тоже с ней гуляли и был дождь мы пошли или не пошли и ладно но в общем я помню тот день что было очень пасмурно и вот это серое небо потом в какой-то момент вышло солнце и она стала освещая триумфальную арку здесь была тень здесь был яркий свет я попыталась это нарисовать но у меня ничего не получилось но зато я помню к нему было шикарно это мы тоже с ней гуляли и ходили в кафе у которого есть выход на крышу и вот по этой лестнице висели вот эти фонарики и я конечно уже дома по памяти рисовала потому что там нереальный ветер холод это я опять пытаюсь тут закат и небеса рисовать это белая береза под моим окном это я в парке пыталась нарисовать ничего вообще не получилось еще и потом сверху оставшиеся акварелью от малевича решила закрасить дерево потому что она слишком светлое было и у меня тут просто пятна краски какие-то лежат не в тему мне подарили цветочек он тут лежит на сохранении это в триумфальной арке была выставка обычно там военная выставка потому что ну связанные тематически потому что все триумфальные арки это что-то в честь победы какой-нибудь поэтому там в основном что-то военное а тут была выставка другого художника и мы опять с подругой туда попали чисто случайно и вот я сделала копию одной картины у меня даже может быть где-то фотка есть с чего именно это вот билет оттуда этого потом с ней сидели в кафе я ее рисовала это тут уже вообще разошлась модель и это тоже в тот день ну это санет кстати вот ну даже такие короткие коротенькие ничего делать и вот такие вроде бы тоже но но не очень ладно это я наконец-то купила себе нормальных масляную пастель это вангкок это мунгё если вы видели обзор на канале то вы ведь видели если не видели это посмотрите а это был обзор на гуашь луч и какую-то старую гуашь которых у меня тут вообще была здесь и гамма и мастер класс это я уже осень рисую масляной пастелью это мунгё здесь наверно в основном может и вангкок а это еще вот весной летом я тоже пошла с подругой в парк рисовать памятник екатерине и было пасмурно я зачем-то делала красную подложку думала будет очень клёво и хотела потом белым серым мелком зарисовать небо но так как здесь еще санет у меня здесь еще не был другой пастели то вы видите в общем насколько белым получилось небо после белого мелка это я поняла что пастели у меня не получится и нарисовала вот это вот здание которое стоит за памятником уже акварели это тоже из какого-то кафе пока сидели там с подругой это я пыталась нарисовать закатное небо но не успела это мы тоже гуляли с подругой в какой-то момент пошел дождь были лужи все дела а потом перед закатом тучки подушли вышло солнце и был такой розово-оранжевый закат который отражался в лужах во всех гладких поверхностях короче было красиво я пыталась это нарисовать ну вот это я вот как раз только купила масляную пастель от мунгио и пыталась и что-то нарисовать и вообще не понимала чё с ней делать что вот эти дыры что дальше с ними делать это ну и быстренькая зарисовка на площади была тоже из кафе это кусты перед метро вот эти розочки мне тоже нравится блин классно акварель от медленно и то что сверху я пастелью рисовала вот эти как будто бы рефлексы небо на листьях голубые тоже по моему очень клёво это осень только только началась только-только стали появляться желтые листья я вот хотела нарисовать что среди зелени только-только появляются листочки эти я иногда рисую всякие рисуночки на челленджи туда и видел дроу вот поэтому сюда даже что-то попало обычная другом блокноте рисую это питерская осень когда все серое туманно ничего не ясно и ноты серости были видны какие-то вот желтые листья от деревьев это уже октобер ой что октобер начинается ну ладно на этот ужас не смотрите здесь была серая подложка из гуаши и сверху я пыталась порисовать акварельными карандашами от лиры вот эта серия рембрандт ну не знаю что я ожидала наверное я ожидала что она они будут рисовать как масляная пастель супер перекрывать все они вот так вот бледненько рисовали ну в общем-то для моей задумки хватило этого потому что она почти так и было возможно деревья выглядит поярче чем были в жизни вот смешанное впечатление от этих карандашей здесь я тоже вот рисую дерево которая самая первая пожелтела среди всех остальных и на него светило солнце поэтому но из-за этого светила еще ярче не хотелось это запечатлеть это крыс обер как им кто обер только крыс обер вот я парочку крысочек порисовала по этому челленджу и конечно же забросила потому что вообще нет времени на это все это груша масляной пастелью от гаммы обзор на нее тоже есть но это я продолжала крыс выбираете и это тоже масляная пастель от гаммы на вот этой подложке из гуаши и мне кажется что очень сильно потемнело когда я рисовала было ярче мне кажется что это из черного цвета возможно пигмент черный начинает проступать наверх как-то из-под других слоев и очень сильно темнее вот тут вот его как будто не было и чуть чуть кусочек яркий а вот в остальных местах где он мог быть хоть чуть-чуть как будто очень сильно потемнело все это та же самая груша только немного позже и это масляная пастель уже от санет более жесткая видно что как будто карандашами рисовали это я манге рисовала в парке тоже с натуры это я делала копию картины не картина тоже скетча одного художника это я опять смотрела youtube это кстати акварель от гаммы их вот стандартный набор в черной коробочке это я опять ходила с подругой в кафе вместе с масляной пастелью от гаммы это масляная пастель мунгел я вот рисую иногда одни и те же сюжеты ладно всегда одни те и вот так можно сказать выглядит один сюжет масляной пастелью и акварельными карандашами лира пастель конечно меня вообще просто захватила скажи она шикарная это конец лета был какой-то закат мне хотелось нарисовать как я это вот видела пока шла домой что в куче листвы ты стоишь и где-то там виднеется уголок дома который подсвечивается ярким солнцем и облака еще тоже немного подсвечивается вот такая красота на улице было естественно не вот это это мне подарили абонемент я туда ходила потом елку сидела рисовал это меня манят фонарики по ночам из соседнего дома просто невозможно на это спокойно смотреть какой-то гипноз это виды из окна тоже зимой это еще конец лета яблочки возле дома это тоже тот же самый вид что и там был только чуть попозже там типа день а тут ближе к вечеру вот и это тоже еще один закат не знаю видели ли вы такое яркое солнце это я пастелью пыталась по гуаше нарисовать ночь фонари которые я вижу из окна но что-то никак не удалось это меня потянуло рисовать людей на какой-то вот получилось там дальше вообще не очень получилось это вот январе я была такая зима какая-то грязь лякость и вообще депресс ухо это я тоже ночь пыталась нарисовать это мы гуляли с подругой увидели издалека супер красивое здание стали подходить оказалось это просто старое здание обтянутая сеткой но как же красиво это выглядело такое зеленое и шикарное очень жалко что это просто старое здание которое обтянули чтобы она не не развалилась прям так этому потом сидели в кафе язык нарисовала здание которые видела это я мандаринки пыталась нарисовать тремя цветами от менжела это господи просто неудача давайте это пролистаем ну здесь тоже здесь ладно здесь я пыталась тушью порисовать и добавила потом красные акварели здесь я пыталась сначала акварелью нарисовать гирлянду да да это гирлянда если что а потом сверху исправить масляной пастелью ну опять неудача это я в январе вышла на пленэр у меня акварель замерзла на бумаге на палитре и везде я поняла что это неудачная видимо идея и высохла ой ну замерзла точнее как грануляция прям какая-то это конечно интересно но все-таки холодно здесь был какой-то желтый фон надо было наверно что-то красивое нарисовать но я приклеил билеты из путешествие ну и ладно это отголоски осени тут масляной пастели цвет я тоже очень рисовала акварель это я тут поменяла имя решила порисовать в честь этого это я смотрела как масляная пастель выглядит более прозрачная на более плотной это я тоже в кафе с подругой сидела рисовал фонарики он даже прикольно вышло это зайчик по моему подложка это у меня акрил оставался и сверху зайчик масляной пастелью от гаммы получилось миленько это я пыталась сделать копию левитаны ну конечно такая себе кофе ну что-то по моему по цветам похоже но я уже говорила про неудачные попытки рисовать людей на тонированной бумаге вот без тренировки выглядит получше вот здесь кстати акварель гамма и блин разорванный скейтбук которая набор пленэр и здесь мне понравилось что я пыталась быстро нарисовать созданием конечно ничего не вышло но вот тут такая ровная заливка вышла прям кайф и вот здесь я пыталась нарисовать тремя цветами которые у меня были с собой от миджела но ничего не получилось быстро стемнело ой ладно это я опять сидела смотрел youtube это я делала гуашью дурацкие портреты это я хотела нарисовать дом колодец ну ладно ладно хотя тут прикольная текстурка получилось это у меня тут были кляксы краски я из них какие-то цветы сделала масляной пастелью тоже гамма ой у меня тут недорисованная картина я хотела нарисовать дорожки снежные которые оставались но не успела стемнело я подумала ладно нарисую завтра на следующий день все засыпало снегом думаю ну ладно сейчас растает через пару дней я нарисую через пару дней расставила все слишком сильно заверзла в лед потом опять все засыпало ну короче сейчас у нас март и у нас валит снег не знаю как когда-нибудь может быть вдруг я дорисую это из обзора на гуашь старый мастер вроде это акварельные карандаши из фикс прайса вот сделала рисовала свечечки вообще довольно прикольно мне кажется но оказалось что эти карандаши начинают отпечатываться поэтому не пришлось даже кису проложить у это утром просто из-за дома светило солнце и синие тени прям манила меня это я пыталась опять вечер нарисовать какими-то светами вот это мне очень нравится здесь тонированная бумага была я сверху просто белые пастелью масляной от гаммы подрисовала снежок и вот черные потом деревья ой душевных ну ладно это без комментариев господи дерево пыталась нарисовать давайте тоже без комментариев это я утро пыталась нарисовать по моему по цвету получилось очень даже похоже был снег было яркое солнце все светилось ну как так это я вечером в темноте на улице рисовала пришла домой оказалось вообще не те цвета которые были которые я видела это в кафешке булочку рисовала это цветочки кстати скоро будет обзор надеюсь на эту акварель там я про нее расскажу здесь пыталась смешать как мне посоветовали в комментариях гуашь с блесками с обычной затонировать бумагу думала она будет блестеть в итоге она нифига не блестела я сверху акварели с блесками закрасила чтобы появился блеск хоть какой-то и по этой блестящей акварели у меня вообще не пошла масляная пастель она ну вы видите кучу вот этих дырок не знаю это специально чтобы через эти дыроки было видно блестки может быть ну в общем ровно гладко никак не легла это я опять смотрела youtube рисовала портрет но здесь может быть блестки нет ну ладно это я вот той же самой вот этой вот акварелию пыталась тоже нарисовать свечечки все это в темноте вроде шло неплохо пока я не решила еще раз утемни и что-то как-то все посмазывалось возможно это все та же самая акварель что я уже забыла это зайчик погрустнел и вот это последняя масляная пастель возможно манге даже снежочек на ветвях солнышко вот такой вот получился скетчбук спасибо вам за внимание дальше будет еще листалка без моих разговоров пишите комментарии как у вас дела что делаете чем понравилось не понравилось вот всем пока а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok